здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня мы будем шить с вами вот такое вот платье платье для куклы ростом 43 сантиметра это ивановская кукла даша платье у нас такое с фонариками рукавом фонарик гарантовочкой здесь карманов нету обычное платье распашное вот оно вот тут но на кнопочках застегивается очень простое красивое платье выкрик этого платья вы можете найти у меня в группе вконтакте ссылка на группу будет дана под описанием этого видео если ваша кукла совпадает с размерами моей куклы то вы вполне можете воспользоваться этой выкройкой выкройку вы найдете фотоальбомах там есть вот такой фотоальбом под названием бесплатные выкройки под каждой фотографии ссылка на выкройку так как всегда начинаем с кроя я вырезала спинку две детали верхнюю перед верхнюю спинку верхний перед или просто перед одну деталь две детали рукава и нижнюю деталь платье вот она у меня такая вот цель накроенная будет на выкройке у меня будет указана линия бокового шва если вы хотите вы можете сделать здесь шов тогда прежде чем получить вот эту вот эту общую деталь вам надо будет стачать эти швы но не забудьте при раскрое добавить припуски на шов так сначала первая наша операция это у нас будет стачивание плечевых швов так скачали плечевые швы и заутюжили их в сторону переда затем обметайте нижний слез рукава подверните припуск на шов один сантиметр и прострочите вдоль этого этой подгибки на ну приблизительно 8 миллиметров от сгиба вот смотрите нижний край меня обработан теперь делаем сборку по окат рукава от рассечки одной от точечки а до точечки б другой так я подогнула нижние слезы рукава прострочила теперь нам нужно вот я уже показываю что я уже сделала прострочить две параллельные строчки между рассечками на рукавах первую строчку вот нам надо прострочить на расстояние где-то 3 миллиметра от края ткани а вторую где-то на пол сантиметра от предыдущей строчки параллельно ей на самой большой длине стежка вот пока вот мы прострочили оставили длинные хвосты вот такие вот ниток чтобы они так вот болтались у нас и и теперь мы делаем вот что нам надо наметить уровень резинки не уровень а линию резинки на рукаве у нас здесь будет проходить резиночка здесь вы можете сделать по выкройке наметить согласно как у меня на выкройке намечена эта линия можете сделать ее самостоятельно на каком-то другом уровне потому что вы можете удлинить рукав например можно делать его подлинее вот кстати вот если вы вырежете па disabled длинер пiji рукав это уже будет вас длинный рукав этого платье а обработка будет то же самое точно такая же потому что гиб país здесь будет ведь тоже сборочку вы сделать можете можно сделать сборочку вот сюда а вот сделать пошире, просто увеличить шов подгибки, сделать такую как бы кулисочку и туда пролить резинку. И у вас будет тогда здесь вот сборочка вот так вот выглядеть. Я сделаю здесь небольшую оборочку по своему рукаву. Поэтому где-то на расстоянии полтора сантиметра вот от этого сгиба я настрочу резинку. Так вот посмотрите я настрочила, пока показываю как. Я просто положила детали рукава под лапку машины, сверху положила резинку, натянула и прострочила обычной прямой строчкой. Можно строчить зигзагообразной строчкой, но мне как-то аккуратнее вот с этой стороны, вот с лица выглядит прямая строчка. Посмотрите, я не обрезала резинку, я просто пометила длину, которую мне необходимо растянуть на один рукав и второй рукав. И после этого только, вот так просто удобнее сшить, после этого можно все разрезать. Так, этот вот тоже хвост я отрезаю. Так, вот здесь у нас нитки. И сейчас мы будем собирать окат рукава. Почему мы не собирали его раньше? Потому что, когда у нас будет собран окат рукава, растянуть рукав вот так вот, чтобы резинку и хорошо ее настрочить, вот таким вот образом, будет сложновато. Поэтому сначала мы настрачиваем резинку, только потом собираем окат рукава. Так вот, берем вот таким вот образом, берем две нитки. Обычно я беру шпульные нитки, которые внизу, вот две сразу одновременно и начинаю их тянуть. Вот таким вот образом, собирая окат рукава, делая сборку. Ее надо собрать, этот рукав надо собрать до длины проймы, в которую мы будем втачивать этот рукав. Вот приблизительно, вот, надо посмотреть. Завяжите узелки по разным сторонам, по разным сторонам до этой строчки, чтобы у нас не вытягивалось это. Вот видите, рукавчик у нас какой уже получается. Вот сюда вот мы уравниваем потом все точки, плечевую точку, точки проймы, и втачиваем рукава. Вот таким вот образом. Так, втачали рукава. Вот смотрите. С изнаночной стороны. Теперь давайте сделаем так. Давайте возьмем сразу, окантуем горловину лифа и окантуем верхний срез нижней части и подол. Или нижний срез нижней части платья. Так, для этого вам надо будет взять косую бейку. Зоутюжить ее, посмотрите, вот таким вот образом. Можно использовать лапку специальную для окантовки. Ну, как я считаю, что здесь очень маленький объем работы и настраивать лапку под эту косую бейку, потому что ее постоянно надо настраивать. Любая косая бейка по-разному шьет, по-разному. И ширина у нее тоже может быть разная. Это слишком долго. Мне легче заутюжить косую бейку, но с таким расчетом, чтобы верхний сгиб был немножечко поуже. И вот видите, там даже видно, как бы, вот этот вот кантик нижнего. И тогда, когда при окантовке среза на платье, вот я вот так вот вставлю туда слой ткани, необработанный край, да, и буду, когда строчить здесь строчку, у меня точно нижний вот этот край косой бейки попадет в строчку. Если кто-то не уверен, что это у него сразу получится без наметки, то можете наметать это. Итак, окантовываем. Так, окантовали горловину, вот таким вот образом, с изнаночной стороны. И окантовали нижнюю часть платья. Вот уже этот срез и нижний срез. Так, пока мы вот эту нижнюю деталь откладываем. Мы еще не закончили с лифом. Сейчас мы будем стачивать боковые швы платья. Просто вот так вот складываем и простачиваем. От нижнего края рукава до нижнего края лифа. Вот по боковым швам. И обметываем это все. Сточали боковые швы. Оставьте вот такие вот длинные хвосты ниток от стачного шва. Прямоусрочные на машинке. Можно от верлака. Можно от обычной прямоусрочной машины. И обметали вот этот нижний срез лифа. Вот таким вот образом на верлаке. От заднего края одного до другого края. Теперь я вам покажу, что сделать надо. Нам надо будет красиво закрепить вот эти швы. Вот эти вот не обрезать нитки, естественно. Потому что они у нас распустятся и будет очень неаккуратно. Я вам покажу, что вам надо сделать. Оставьте одну длинную ниточку. Вот так вот возьмите ее. Вот она у меня. И отложите в какую-то сторону. А вот эти две нитки остальные. Просто вот так вот отрежьте. Где-то сантиметр оставить хвостики. Затем возьмите обычную иголочку. Ставьте эту отложенную ниточку в ушко этой иголочки. Так, потом смотрите. Затем швы мы будем заутюживать в сторону спинки. Поэтому в сторону спинки вот эти вот ниточки, которые мы отрезали сантиметровые, мы их вот так вот туда сворачиваем и прячем под шов. Шов отгибаем в сторону спинки. И аккуратненько, аккуратненько, вот этой вот ниточкой с иголочкой мы пришиваем таким образом, чтобы с этой стороны у нас не было видно шва. Аккуратно за несколько ниточек прям ткани берем. Вот такой вот шовчик, вот так вот вокруг мы закрепляем этот шов, чтобы его не было видно, чтобы все было аккуратно. Так, лиф у нас готов. Вот мы обработали. Вот у меня как. Все поддумано, красиво. Ничего не распустится. Так, все, лиф у нас готов. Готовы у нас и нижняя часть. Теперь нам надо аккуратненько положить вот таким вот образом нижнюю часть на верхний налив или верхнюю часть и приколоть можно, можно приметать, чтобы оно у нас ровно, аккуратно все было. И прострочить вот этой точке, вот этой точке по шву окантовки, прям по этой же строчке, чтобы она рядом никакой строчки не было, было по ней все. Так, настрочили нижнюю часть на лиф. Вот получилось у нас такое уже платье. Так, затем обметываем оставшиеся вот эти вот задние срезы, оставляя точно такие же длинные хвосты ниток. Ну, в данном случае овероложенной строчке. Затем, что надо нам сделать? Нам необходимо заутюжить этот подборд на изнаночную сторону согласно линии скипа. Так, вот, те хвосты ниток, которые мы оставили, вот я уже три участка, я уже сделала, все обработала, вам покажу на последнем участке. Вот смотрите, я распустила строчку оверлока. Так, затем, затем я беру, завязываю узелок на этой строчке. Так, вот, все-таки завязала, чтобы он больше не распускался у нас. Так, вот. Затем беру одну длинную нитку. Остальные две нитки я обрезаю, так же, как и в обработке рукава. Потом вставляю длинную нитку в ушко иголки. Так, вот, видите. Подворачиваю подборд на изнаночную сторону. Нитки заправляю подборд. И таким же образом я прикрепляю подборд, ну, на данном участке, по низу платья. Так, все, я закрепила все края вот здесь подбордом. Я сделала закрепочки на горловине. Потом вот на этом вот шве соединения лифа и низа. А также по низу платья. Потом я пришила пол, кнопочки. Вы можете делать или пуговки, либо липучечки приклеить. Это уже ваше дело. Вот застежки. И наперед я пришила вот такую вот пуговку. Для красоты можно прижить любое декоративное украшение. Бантик приделать. Там кнопочку, бубенчик, ключик и тому подобное. Это что вы хотите. Ну, на этом и все. Платье наше готово. Платье получилось красивое. Благодарю вас за просмотр этого ролика. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok